Место захоронения Дмитрия Пожарского оказалось заброшенным к концу 17 века. В 2000 году музей-заповедник выступил с инициативой воссоздания усыпальницы. Идею возрождения мемориала поддержало руководство страны. Часовня-памятник была вновь торжественно открыта в День народного единства в 2009 году. Но мозаику на часовне установить не удалось из-за ее плохого состояния. В 2020 году силами студентов Московского государственного академического художественного института имени Сурикова началось создание копии мозаики. Практика изготовления больших мозаик сейчас, она достаточно редкая. И качественно сделать мозаику непросто. Это огромный труд. На самом деле тот, кто имеет об этом представление, он понимает, что выложить мозаику качественно очень сложно. Во-вторых, технология. Здесь действительно очень серьезная технология и очень сильно зависит результат от качества смальты. Свой вклад в реализацию этого проекта внес президент Российской академии художеств Зураб Церетели, благодаря которому был решен вопрос о выделении необходимого для работы материала смальта. Произведение было выполнено в мозаичной технике, которая имитирует масляную живопись. В создании иконы приняли участие семь студенток шестого курса факультета живописи. И вот сейчас, спустя год, мозаику установили на часовню. Очень символично, что это событие происходит в преддверии Дня народного единства. Это наглядное свидетельство преемственности поколений. Потому что для того, чтобы сделать это, создать вот такую икону, надо действительно любить Россию, надо чувствовать ее. Не просто вот этот голый профессионализм, он еще подкреплен духовностью. Теперь часовня памятника имеет тот вид, который был в 17 веке. Увидеть усыпальницу Дмитрия Пожарского можно в Суздале в музейном комплексе Спаса Ефимеев монастырь. Состоялась и церемония освящения иконы. Освящается образ сей благодатью Пресвятаго Духа, окроплением свадысия священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В рамках мероприятия отметили всех причастных к восстановлению мозаики. Президент Российской академии художеств Зураб Церетели, ректор и проректор по административно-хозяйственной работе Суриковского института, преподаватели и студенты, авторы мозаики получили грамоты от музея-заповедника. Вручили им и юбилейную и прахиальную медаль святого благоверного князя Александра Невского.